Ведомственная целевая программа развития сельского хозяйства на 2023 год предусматривает реализацию проектов сельчан сразу по нескольким направлениям. Растениеводство, животноводство, рыбная отрасль, переработка сельскохозяйственной продукции. Всего на эти цели из республиканского бюджета выделено 100 миллионов рублей. Из них 10 миллионов будут направлены на приобретение химических препаратов для лечения сельхозкультур. На первом этапе конкурсная комиссия утвердила состав рабочих групп для изучения проектов с выездом на место их реализации. Приказом министра были утверждены 8 рабочих групп из числа членов комиссии и специалистов в Минсельхозе. Изучение каждого проекта проводилось в присутствии специалистов в местной администрации. В этом году было подано 318 сельхозпроектов. 318 проектов составляют 192 миллиона 248 тысяч рублей. Мы располагаем, к сожалению, пока в этом году из 100 миллионов, помимо препаратов, которые мы приобрели, около 90 миллионов. И поэтому мы сегодня должны из 275 проектов на сумму 174 миллионов с лишним отобрать с вашей помощью, с условием того, что вы провели работу и практически знаете, у всех участников побывали. И всю картину вы знаете, мы сегодня должны вот так коллегиально принять решение и отобрать проект именно на ту сумму, которая у нас отпущена. В ходе совещания Беслан Джопа рассказал о проделанной работе по реализации ведомственной целевой программы развития следского хозяйства за 2021-2022 годы. Так, за два года был одобрен 251 проект на сумму 154 миллиона 295 тысяч рублей. По растеневодству было 108 проектов на сумму 49,5 миллионов, 91 проект многолетних садов на площади 82 гектара. То есть мы смогли, может это немного, но для нас, для того бюджета, который нам отпущено, мы ввели в оборот земли 82 гектара. Это то есть не там, где люди уже работали, а земли, которые были в залежах, то есть не использовались. 17 проектов было по тепличным хозяйствам. Это то же самое, вновь созданные предприятия, вновь созданные теплицы на 11,5 миллионов. При реализации целевой программы было создано 29 предприятий малого и среднего бизнеса на сумму 59,5 миллионов рублей и создано свыше 320 рабочих мест в селах. Кроме того, передано крестьяном малогабаритной технике 35 единиц мини-тракторов на сумму 10,5 миллионов рублей, а также 27 мотоблоков на сумму 7,5 миллионов рублей. Более чем на 43 миллиона фермерам передано оборудование для переработки. Также Беслан Джопа сообщил, что в апреле поставщики должны привезти крупнорогатый скот, который своевременно не был доставлен. Созданы 19 хозяйств по птицеводству. Это на 7 миллионов рублей. Из них два предприятия, они новопостроенные организации, которые работают как бы в среднем уровне значимости. Остальные это подсобные хозяйства, домашние хозяйства, где мы приобрели инкубаторы, оборудование, птицу, там и что необходимо было. И эти предприятия сегодня работают. Конкурсная комиссия по реализации ведомственной целевой программы развития сельского хозяйства на 2023 год, продолжая свою работу. Проекты сельчан, которые не пройдут отбор в этом году, будут дорабатываться для их дальнейшей реализации, отметил Беслан Джопуа. Алика Трапш, Михаил Братухин, Абхазское телевидение.